Всем привет, доброго времени суток. Сегодня на обзоре два устройства от бренда FIFINE. Это динамический микрофон FIFINE AM8 и звуковой микшер также от бренда FIFINE APPLIGAME SC3. Это два отдельных устройства, ими можно пользоваться как в паре, так и естественно по отдельности. Не обязательно быть каким-то блогером-ютубером, чтобы пользоваться нормальным микрофоном и использовать вот подобные микшеры. С помощью данного микшера вы сможете подключить микрофон FIFINE и любой другой микрофон, который с эксаларом. Также вам здесь будет доступна удобная регулировка чувствительностью микрофона, имеется линейный вход, фоновую музыку можно будет регулировать, громкость в наушниках и громкость в колонках. Также здесь имеется шесть видов изменения голоса, красивая подсветочка, множество вариантов. И четыре кнопки можно свои какие-то звуки записать, типа там звук аплодисментов, там звук вау, ну и все такое. Сейчас все распакуем, подключим, протестируем. Давайте начнем с микрофона. Вот в такой вот коробочке поставляется микрофон, как я уже сказал, микрофон динамический. Вкратце, очень простыми словами, что значит динамический микрофон. В отличие от конденсаторного микрофона, в динамический микрофон нужно говорить непосредственно, поднеся его близко к рту, ну где-то сантиметров 10 плюс-минус. Преимущество динамических микрофонов в том, что они не так хорошо ловят, записывают сторонние звуки и при этом дают качество не хуже конденсаторных микрофонов. Динамические микрофоны, как правило, используют в соло, потому что, чтобы получить хороший качественный звук, нужно говорить непосредственно в него. Поэтому, если вы собираетесь использовать микрофон для разговоров и одновременно там, например, записи музыки какой-то, то лучше обратите внимание на конденсаторные микрофоны. Микрофон имеет два вида подключения. Можно подключить через USB-C напрямую к компьютеру и также через XLR. Через XLR понадобится кабель XLR и какая-то звуковая карта. Мы будем использовать в тесте вот этот микшер. Давайте, собственно, открываем, смотрим, тестируем. Так, что у нас есть? Инструкция. Инструкция на английском языке. Здесь вот все подробно расписано. Вот основные характеристики микрофона. Можете видеть герцы, децибелы. Вот такая вот подставочка, довольно увесистая. Сам микрофончик. Вот так вот он выглядит. Имеется сенсорная кнопка переключения подсветки, регулировка чувствительности микрофона, регулировка в наушниках. С обратной стороны имеется также сенсорная кнопочка, чтобы можно было замутить, размутить микрофон. И снизу у нас имеется Type-C разъем для подключения напрямую к компьютеру, либо к телефону. И XLR разъем для подключения к звуковой карте. И разъем 3,5 мм для подключения наушников для мониторинга. На подставке вот здесь имеется два вида резьбы. Микрофон можно накрутить на пантограф. Давайте прикрутим подставочку. Сверху имеется поп-фильтр, он съемный. Под ним находится решетка с капсулой. Капсула вот здесь расположена сверху, то есть говорить нужно непосредственно вот сюда. И также в комплекте идет кабель. USB-A на USB-C. Длина кабеля составляет 2 метра 10 сантиметров. Достаточно длинный кабель. Давайте подключим микрофончик. Посмотрим, какая здесь подсветочка, как она смотрится. Микрофон имеет 10 вариантов подсветки. Давайте я попереключаю. Вот такая вот подсветочка. Потом следующая переливается, переходит с одного цвета в другой цвет. красная подсветка. Желтенькая. Зеленая. Нет, вот эта зеленая до этого была какая-то салатовая. Голубенькая. Синяя. Фиолетовая. Белая. И вот я опять переключил, которое было первый раз, 10 видов подсветки. Если хотите отключить подсветку, удерживайте эту сенсорную кнопочку и подсветка выключается. Давайте перейдем на страницу продавца, посмотрим, сколько данный микрофон стоит и послушаем, как он звучит. Итак, вот мы находимся на странице продавца, торговая площадка AliExpress, официальный магазин бренда FIFINE. Звук, который вы сейчас слышите, идет через микрофон FIFINE AM8 без какой-либо обработки. И микрофон подключен комплектным кабелем USB-C на USB-A к компьютеру. И запись ведется через бесплатную программку Audacity. В программе также никакие пресеты настройки не установлены, все по дефолту. Стоимость микрофона на момент записи этого видео составляет 4300 рублей. Сейчас в Китае праздник, китайский Новый год, поэтому цена ниже, чем обычно. Обычная стоимость данного микрофона составляет в районе 5500. Актуальную цену смотрите по ссылке в описании под этим видео и также в первом закрепленном комментарии. Микрофон представлен в трех цветовых решениях. В черном цвете, как у меня на обзоре, также имеется вот в таком вот розовом и в белом цвете. Имеется экспресс-доставка, то есть если вы находитесь в России, достаточно быстро данный микрофон вы получите при заказе. Микрофон достаточно популярный, только на этой странице его купили около 9000 раз. Оставлено более 2000 отзывов о данном микрофоне, можете перейти почитать. По рейтингу 4,9 из 5 видно, что люди данным микрофоном действительно довольны. Сейчас я переподключил микрофон кабелем XLR. Микрофон подключен кабелем XLR через вот такую звуковую карту, точнее микшер. Оценивайте качество звука, как изменилось, что-то не изменилось. Стоимость данного микшера на момент записи этого видео составляет 4 235 рублей. Микрофон представлен в двух цветах, в черном, как у меня на обзоре, и также можно выбрать в белом цвете. Также имеется экспресс-доставка. Актуальную цену смотрите по ссылке в описании, потому что сейчас скидки. Китайский Новый год. Давайте посмотрим, что здесь заявлено. Четырехканальный дизайн. То есть вы сразу можете регулировать чувствительность микрофона. Линейный вход имеется, например, если у вас на фон какая-то музыка подключена через телефон или планшет, можете регулировать уровень громкости. В наушниках можно регулировать уровень громкости. И четвертый фейдер, это обычно колонки, сюда подключают линейный выход. Также у данного микшера имеется и множество других возможностей. Давайте лучше вживую все посмотрим и о них поговорим. И теперь давайте открываем, смотрим, тестируем микшер от FIFINE. В комплекте с микшером имеются провода 3.5х3.5, 3-х пиновый. И также кабель USB-C на USB-A, либо также на USB-C. То есть можно подключить и через USB-C разъемчик, и через USB-A. Кабель достаточно длинный, тоже как и в микрофоне, 2 метра 10 сантиметров. И вот он, собственно, сам микшер. Также имеется инструкция. Вот здесь написано все основные технические характеристики, можете нажать на паузу «Ознакомиться». Вот так вот выглядит устройство, достаточно компактное. С тыльной стороны у нас имеются разъемы. Разъем для подключения микрофона, он двойной. Сюда можно подключить XLR. И вот здесь посередине можно подключить штеки R6.3 мм. Переключатель с динамического на конденсаторный микрофон. Подключение гарнитуры 3.5 мм. Линейный вход. Разъем под наушники. И линейный выход. И Type-C разъем для подачи питания. Давайте сразу на него подкинем питание. Вот так вот выглядит подсветочка. Здесь также много вариантов подсветки. Можно вот такую выбрать разноцветную. Вот такая красненькая. А нет, тоже переливается с переходом с одного цвета в другой. Следующая подсветка. Такая мигающая. Тоже с одного цвета в другой переходит. Вот такая салатовая, зеленая. Желтая. Тоже с переходами. Это, я так понимаю, чисто красная. Чисто розовая. Фиолетовая. Синяя. Салатовая. Зеленая. Желтенькая. И вот как первая стояла. При удержании можно вообще ее выключить. Но пусть будет включена. Если у вас микрофон требует фантомного питания, вот здесь есть кнопочка 48 вольт. Кнопка Electronic включает Auto-Tune. Вот здесь множество разных пресетов с Auto-Tune. Сейчас микрофон подключим, потестируем. Изменение голоса. Шесть вариантов голоса. Тоже сейчас все попробуем. И вот эти кнопки A, B, C, D. Сюда можно записать свои какие-то звуки. Ну и снизу кнопка замутить разные устройства. Микрофон на линейный вход, что у вас идет, можно замутить наушники и линейный выход колонки, как правило. Давайте я сейчас через XLR подключу микрофон. Итак, вот я подключил по XLR кабелю микрофон. Также через линейный вход подключил телефон. Попробуем с телефона записать какой-нибудь звук вот на эти программируемые кнопочки. И также подключил наушники для мониторинга звука. Давайте проверим функцию изменения голоса. Вот здесь написано, что можно менять голос на мужской, на женский, на голос робота, на монстра, на baby, на ребенка. И последний, шестой, переводится через Google перевел как старейшина. Посмотрим, что за старейшина. Так, давайте в наушниках я чуть-чуть потише сделаю, потому что когда чужим голосом говоришь, даже как-то в мозгу и разговаривать не можешь. Так, голос мужской. Вот так звучит мужской голос. Оценивайте якобы мужской голос, но что-то на мужской как бы, ну понятно, что не женский, но и не мужской какой-то, не знаю. Следующий голос будет женский. Вот так звучит якобы женский голос. Ну, не знаю, тоже какой-то не совсем женский. Итак, звучит голос робота. Ну, голос робота, но это как бы соответствует, что он действительно, что он на рынок похожа. Следующий будет голос монстра. Итак, звучит голос монстра. Один, два, три, четыре. Голос монстра. Следующий голос ребенка. Вот так звучит голос ребенка. Больше похоже, наверное, на, помните, такой был персонаж Масяня. Вот на Масяню похоже. И последний якобы голос старейшины. Вот так звучит голос старейшины в переводе. Но не знаю, больше похоже, когда вот смотрели, наверное, все какие-то криминальные передачи, где изменяют голос. Вот такой вот голос. Но изменение голоса все-таки работает. Можно побаловаться. Может кому-то и пригодится. Давайте отключим. Вот я отключил. Сейчас вы слышите обычный мой настоящий голос. Ну и давайте попробуем еще iTunes. Давайте буквально пару секунд попробую какой-нибудь звук вытянуть. iTunes. Ну не знаю, им тоже надо как-то уметь пользоваться. Вот здесь есть несколько пресетов. Все, не буду вас больше травмировать. И давайте попробуем на вот эти четыре кнопки какие-нибудь запишем, назначим тоже звуки. Вот я в телефоне нашел звук аплодисментов. Давайте попробуем записать. Чтобы записать какой-то звук, надо нажать, удерживать кнопку. И в удержанном виде либо самому этот звук произносить, либо с какого-то устройства. Вот у меня в данном случае телефон. Нажимаем, удерживаем. Ну и давайте посмотрим, что записалось. Как-то тихо, да? Совсем. Записаться записалось, но что-то как-то очень тихо. Давайте другой какой-нибудь звук найду. Ну вот, нашел еще звук вау. Давайте попробуем на кнопку С записать. Нажимаем, удерживаем. Ну и давайте слушать, что записалось. Ну вот это вроде как-то погромче, да, получше? Ну да, что-то, в принципе, можно записать какие-то звуки. С телефона планшета во время разговора можно на фон включить какую-нибудь музычку. Установить нужный уровень громкости и как бы разговаривать, вести диалог, и на фоне будет играть какая-то музычка. Микрофон все это время висел у меня на пантографе возле рта. Рекомендую использовать все-таки с пантографом. На штатной подставке, конечно, можно тоже использовать, но она низковата, надо как-то сгибаться. Если еще в это время на мониторе что-то читать, смотреть на монитор из-под лоб, я как бы не очень удобно. Ну и в завершении небольшое резюме микрофон однозначно могу рекомендовать. По поводу микшера, ну здесь смотрите сами. Я уже послушал звук и напрямую при подключении через USB-C и через XLR кабель, как бы особой большой разницы нету. Через XLR он как бы погромче, да, работает, но может быть совсем чуть-чуть звук получше. Ну а так вообще микшер штука полезная. Это недорогой микшер начального уровня, можете для себя как первый гаджет подобный взять, посмотреть, нужно это вам вообще или нет. Если вас микрофон либо микшер заинтересовали, ссылки на них есть в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!